Конституция Турции В новой Конституции могут быть устранены небольшие изъяны президентской системы, изменятся многие разделы, например, о правах и свободах. Республика, унитарная структура и демократия станут тремя столпами новой Конституции. Будут сделаны шаги по их укреплению, говорится в статье. Автор подчеркивает, что будет также реорганизован Конституционный суд и высшие судебные органы. Будут реструктурированы Высший совет радио и телевидения, Государственный наблюдательный совет и Совет высшего образования. Партийные деятели считают, что новая Конституция будет примером для всего мира, так как Турция, по их словам, станет первой в мире страной, применяющей такой подход, как электронная демократия. Граждане тоже смогут участвовать в работе над документом. Возможно, будет создана платформа, на которой жители Турции смогут высказывать свое мнение, указывает автор. Вашего ребенка не принимают ровесники? Шаги, которые помогут детям и родителям справиться с этой проблемой, предлагает египетское издание САСА Пост. «Ты не можешь играть с нами. Мы не хотим, чтобы ты садился здесь. Я не приглашаю тебя на свой день рождения». Такие фразы очень распространены среди детей школьного возраста. Даже взрослые порой чувствуют себя отвергнутыми обществом, и это очень тяжелый, негативный опыт. Но что, если с пренебрежением и равнодушием сталкивается маленький ребенок? Первый совет, который дает автор статьи – слушайте и говорите. Внимательно слушайте, когда ребенок рассказывает вам о школе, и задавайте конкретные вопросы. «С кем ты сидел сегодня во время перемены?» или «много ли вы играли?» Если ваш малыш расстраивается, отвечая на эти вопросы, или говорит, что ни с кем не сидел и не играл, спросите его, почему. Автор продолжает. «Не решайте проблему за детей. Напомните ребенку, что он единственный человек, способный изменить то, что ему не нравится. Объясните, что контролировать другого человека нельзя, но можно полностью контролировать свои ответные действия». Далее автор рекомендует взрослым не преуменьшать проблему. Издевательства могут иметь долговременные последствия и стать причиной физических нарушений и проблем со здоровьем, в том числе в зрелом возрасте. Следующий совет. Поощряйте ребенка общаться с другими людьми. Например, вы можете помочь ему сформировать круг общения за пределами школы. Иметь одного верного друга уже хорошо и вполне достаточно. Также автор статьи советует поделиться с сыном или дочкой своим опытом и всегда окружать чадо любовью. Ребенок должен чувствовать, что он не один. Кто такие темные академики и пипл, а также виска «Герлс энд Бойс»? Издание «Таймс» рассказывает о главных на сегодня субкультурах. Молодое поколение обращается к интернету в поисках одобрения и ориентиров. Согласно недавно проведенному исследованию, в котором приняли участие подростки в возрасте от 13 до 22 лет из Соединенного Королевства и Америки, 56% представителей поколения Z говорят, что используют социальные сети для выражения своих творческих идей. Сегодня практически все модные подростковые и молодежные течения формируются и живут в интернете, говорят аналитики. Так, благодаря популярному приложению TikTok появились так называемые «e-people». Буква «i» в данном случае — это сокращение от слова «электронный». Эти ребята известны своей любовью к видеоиграм и аниме. Огромное количество времени они проводят онлайн. Носят мешковатую одежду, девушки часто собирают волосы в два хвостика и пользуются густым макияжем, рисуя маленькие узоры под глазами. Их кумиры — это героиня отряда самоубийц Харли Квинн и тиктокер Чейз Хадсон, у которого почти 30 миллионов подписчиков. Издание продолжает. Темные и светлые академики — это подростки, которые трудятся ради идеальных оценок. Универсальными элементами стиля академии являются старомодные жилеты, ботинки доктор Мартенс, а кумиры — Гарри Поттер и герои фильма «Назови меня своим именем». Далее автор пишет про субкультуру Y2K. Это, по сути, отражение взгляда поколения Z на моду конца 1990-х и начала 2000-х годов. Их кумиры — модель Белла Хадид и участница группы Destiny's Child. А виска Girls and Boys — это, как правило, любители животных, которых тревожат вопросы защиты окружающей среды. Название субкультуры происходит от названия фотоприложения, которое ее представители используют для редактирования фото в Инстаграме. Их кумиры — принцесса Диана и ютуберы Эмма Чемберлен и Сидни Сирена. И еще одна субкультура — киткор. Этот вызывающий стиль вбирает в себя все яркие и перенасыщенные цвета. Его представители вдохновляются персонажем Стивена Кинга, клоуном Пеннивайзом и мультфильмами 90-х.